итак сайленсер на фп для лавы клок патма для x5 и эмбер на закрывающие от лавы ну вообще удачно распекали удачно выманили так сказать эмбера под себя сайленсер с эмбером хорошая связка скажем так вот все таки до бкб шаг грифсов и подобных вещей с диспеллом очень легко ну это конечно не стан да то есть прям стабильный стан но это чины они тоже хороши ничего с этим не сделали вот и урон колоссальный и плюсы если забанить сейчас вот допустим очень ну трех там допустим самых сильных героев против эмбера на которых еще смог бы сыграть стил то вполне вполне учитывая что ну короче с первым пиком только так и можно не ну это прикольно мне нравится вот эта тенденция что стараются какого-то комфортного себе героя на закрывающий забрать прикольно так ну когда у него маленькие понимаешь когда маленькие нас пылы вот эти вот два суппорта просто будут расклеиваться вот не пони не понятно что правда конечно же появится на 15 пик но я думаю что не прям со мной что-то супер страшно ну конечно же учитывая что эмбер пикнут нужно на 15 чтобы не ломать очередность x5 гейминку пикнуть героя для стила по-хорошему да и тогда тогда все будет более понятно будет член более понятном смысле более удобно потому что дальше у лавы будет один суппорт и скорее всего оффлейнер и ласт пик керри но спик смысе 23 вот ребятам язык 5 можно будет ну и то что подстроиться но адаптироваться в любом случае алхимика банят хорошего ну пл в пуля ну так между делом пл в пуля да нет и пл пл подходит конечно же водописание дадут не но вообще эмбер неплох против пл так то ну вот просто не просто непонятно то есть на 15 лавы да не отступаю нет да главы ну хорошо что они там под забанили сф даганайта и алхимика теоретически есть наебанных вместе все равно на 23 оставлял над керри и ну если конечно там уже для фришной катки останется был то тогда уже конечно можно можно с барского плеча пикнуть смотри против эмбера кого мы можем взять точно уже пангалера не хотим брать да да вообще не всем процентов против эмбера что мы хотим против эмбера если в старом патче туда с профит вот но сэм в бане от драгонайт хорошо стоит но опять же тоже в бане ну кунка 50 на 50 но не на кунка стоит получше но известно что вот видишь крест можно задоджить так-то кунка тоже неплохо адмирану под клока и шаг его думал что возьмут лишь рака чтобы сразу скажем так пл а до за тот жить ну или шаг против эмбера ну 50 на 50 по моему матча да это матча 50 на 50 там первые пару левов ли шаг может со стороны стоять просто набивну набивать так сказать лицо эмберу вот но тут просто вопрос тут эмбер с саленсером и в один прекрасный момент тебе просто придут нажмут все кнопки нажмут global и там не сейвов них уков вперед то есть надо начинать как-то на суппортах форсить на эти главы ну то есть на global в общем честно говоря не все так просто пока что начало драфта за лавой по лично по моим ощущениям ну и будет ли несмотря на то что лишь от появился будет ли был мне кажется что в этом нет никакого смысла паук и так найдет на ком сыграть вообще принципе пока что вырисовывается еще его абадон плюс-минус ну так не сильно но все равно против против этих трех героев неплох вот смотря просто что они собираются пикнуть сейчас какая очередность будет посмотрим еще времени то бонусного практически не осталось 10 секунд улавы они прям до последнего и это тускар снова для ламп нет для ламп не менее тускаром то скорее уже есть но тут либо туск но скорее снайп к 3 до тускар 4 они прям взяли такие активные линии а у них и мидер активный и мой вот можно даже насчет жадного кора подумать на 23 для лавы да и антимаг вспомнили нету антимаг то неплохо опять же дадут ли мы ему тайминг покачаться дадут ему пространство должное потому что товар там легко будет забрать непонятно номинально просто появилось два хардкора ну типа ну как хардкора в общем ли шака антимаг которые но который любит качаться первую очередь они любят качаться они любят набирать а потом уже что-то там показывать вот кто отвечает а собственно будет что клокверкс мираной вот это прям почти нереально но на оффлейн и не знаю можно насчет какого-то прайма биста может быть задуматься про волне в бане да ну может андерлорда убрали но андерлорда сейчас очень сильный мандер но посчитают наши давай мы дождемся пиколавы сначала нужно подумать кого взять клаве вот на ком бы паук мог здесь сыграть убирают террор-блейда все равно на всякий случай паэла будут ли банить очень вопрос я думаю что нет я думаю что бояться его толком но нет смысла просто просто нет смысла если он будет выбран но то нет там все равно очень-очень сильно не просто поэтому так хорошо керри который не боится не антимага не лишь а как эти хорошие вам фантомки насчет фантомки я думал как раз таки заколись просто потому что она сидит все время в так сказать невидимости от этот от блюра и может выцеплять таргеты здесь очень легко а с появлением аганима так вообще убил мирану перезарядился нажал блюр напал ну и платочек торнадо и все и погнали блатикер появляется но я и думал могут попробовать взять кого-то темпового кора потому что как ты уже отметил лишь рак антимаг хотят покачаться ну да сейчас герои должен быть который но части жертвовать просто собой то есть получает там свои весы свой фарм первые 12-14 минут а потом пошли вот или шаг уже на подстраховки антимаг там на прям самый-самый жесткой подстраховки ну и каков ласт пик ну герой нужен для фитера дума уже точно не будет дума в первой же стадии забанили лава но вот эта карта да чисто так им подсказка что лучше дума офисера убрать потому что много он проблемам доставляла приходилось у него куча обилок нажимать так что 30 секунд остается ну что то я так понимаю что ну не колкверк же с антимагом пойдет наверное мирана с антимагом пойдет а если как вирту больше хочется ранжа но опять же какого ранжа то есть ну да с профит против блатикера не очень радует вообще прям знаешь он ее разводит на сифоны она потом не обна потом все равно на дистанции ничего не сделала визаж появлюсь вау так он тоже явно ват я думал насчет висажа но думаю ну его же сюда так тяжело запихнуть ну то есть он и со своими героями синергируется нет но плите понятно синергируется вот а вот сейчас просто ну вот мирана но клокверк совершенно не знаю но очень хороший хороший темп и комфортные герои как раз таки у лавы больше да то есть это лампи на эмбире вау потом идет тускар с алленсером то два суппорта которые могут куда куда бы куда мы не перешли сделать килл ну кроме конечно антимага вот и ду вообще я за лавы спорта его так скажу но слишком слишком простое исполнение а у ребят из x5 просто все качаются но все герои хотят кач вот том-то и дело что ну мне так и показалось сразу особенно когда появился визаж ладно два жадных героя да ну как-то еще можно простить но три жадных кора даже на такой большой карте против такого темпа сверху могут не вывести но посмотрим посмотрим на самом деле на первой карте если вспомнишь получается на прошлой карте до прошлой карте а то есть не было ничего все что помнишь обнуляй да ну ладно не было ребят не было не было 2 2 1 2 часа на карта игра ну так бывает да но с паузы начинаем и сразу же она отжимается так и смог ну и давай сразу посмотрим коэффициенты от бэдбум на вторую карту так 172 на лаву 20 на x5 а вы друзья регистрируйтесь на бэдбум по баннеру в описании и получите бонус стопроцентный депозит по промокоду dpc ну лава все еще фаворит ну такой пока что номинально минимальный вот звучит это уже не так серьезно как было изначально там полтора на 24 было вот это уже посерьезней но опять же кто как смотрит так что поставили вардик думали что здесь будет как в прошлый раз драка но такого не вышло ну и прикольно что не заставили перепикивать герою ну да я думаю да но раз невозможно заре хостить там даже снежу просто типа просто себе просто сейчас могли просто появиться на персонажах с прошлой катки и тогда было бы конечно но я не говорю что было бы грустно наверное наоборот веселее оттачивали бы мастерство прошлых прошлых каток сейчас посмотрим для кого это в плюс на самом деле до конца не было ясно кто победит вот по факту амда заходили x5 с аегисом на вражеских и ground на пл огромный с ну он здесь битва за баунтиру ну вы ее побеждают x5 еще и смокера подцепили с ноутбол только сейчас качается по максимуму выигрывает время станут ли шака не тайминговый shroud забирает фб в результате это по баунти темно 22 к разбирали kill в любом случае рядом стояли с одной руной и забрали на отходе просто вторую было слишком легко видимо чем скилла в любом случае там и шаг против эмбера тут лампе как раз таки должен станчик от стила и это значит что первая пачка на 1 пачке он уже обыграл свое у него все хорошо ну да у него действительно все неплохо так на топе там смокер берется с вид жеем ну понятно что размером да и мира со стрелой какой центре поставил смокер на по идее вид же и должен это понимать батя на стрелу нормальный байт такой нормальный байда смотри мира не бы вернуться в пачку коньера надо это может сейчас но был нажать но ты же умрешь просто нажимать но был попытка убежать там стрела через две секунды смокер вторая смерть ну подожди 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 не хороним не хороним их она нам успеть все-таки побольше тут стрелой попасть сложно матер еще танго есть граната у него побежал вот тут кстати тяжело стрелу зато ооо извините еще и согрел грибов но здесь чисто объяснит объяснит как это как это сложно или не сложно тут он сам планировал как говорится эти действия и у него все получилось так антимаг пошел уже за кольцом так что вам да там хорошо постоял дракел первую пачку но сейчас неплохо бы ману потратить на он это и делает потому что ну иначе антимаг подойдет и просто все выжить и вот смокер возвращается на линию жизнь до цифра целл орел да ну ему просто ближе надо бы находиться все-таки к своему тиммейту учитывая что у него все таки способности они тут плюс-минус синергируются вот так что можно было бы вот сейчас вот увидите прожать кнопочки уру у мира на первый левел пойдет ли снепка просто крипа забрал стрелу и все на боте и у всех посмотреть так на крепстат и все идут ровненько вот только визаж сильно отстает он конечно прогревает здесь паука но паук вот снова да сикер такой герой который не боится по хп размениваться вообще он даже на первых лобалах он даже хочет требует требует этих разминок вот потому что хочет зафорсить оппоненту на всякие кнопки мангусы денежного крепа еще задинаю ну да здесь но стоять на визажа точно не удовольствие точно нет в принципе очень жадно вот но может быть кто-то с каких-то других ли не будет доминировать и поэтому все будет не так-то и плохо он потом камбэк нет свое уже всегда проблемы со старт может быть может быть там окширал тут же 4 левел контр-спелл имеется поэтому вкатываться в него но только если после печеньки то что иначе он просто нажмет этот контр-спелл и там снова сядет как на боте нападение на фиссера это будет фраг для команды лава ну да офисер сейчас самое главное стоп шишки просто не было и не погибнуть здесь еще раз вот чтобы потом вообще не остались не остаться с носом и без ботинка на базе вот это прям очень серьезно на будет неприятный согласен ну второй раз 800 кп наверно будет потяжелее пробить 300 пытается забрать лтс хорошо закрывать еще плевочек от висера но крис наверно погибнет да крис погибнет но размен на фраг достается кристу не пауку ну зато xp ну xp да получил и он опережать на левел уже терра а ранее левел 6 у сикера это да приятно ну главное чтобы станчик минимальный был чтобы если что-то пашечку сбить а тогда действительно не приятно ам если штатусик потянется пятая минута на ли на творце посмотрим так-то у шрауда за счет фирт блада 2 700 top 1 и творц рядом идет эмбер 2 400 на ну на сотку разница между мидерами но и проседает пожалуй только так выйдет активно топе 2 уровня шрауда пробивать печенька куда драки а почему не в смотря ну тоже не могу понять точно так она разворачивая но если по нам арт с этим антимага тут уже не прям сильно что-то можно сделать хотя понятное дело что есть так тим в двоечку офисер снова погиб кстати нам больше телепортов колдаун из приятного ну и до этой линии конечно очень тяжело вот и честное слово тут просто ну нет нет выхода просто клокверк это тоже такой герой который любит ну не знаю ли стан на стан или darkseer ада там какого-нибудь но визаж на суше визаж лучше тогда стине даже да просто подошел веткой побил побил потом гречу кинул и тогда можно плевок кидать а тут вот фиссер сидит но стоит эту линию и понимает что ну и чтобы я не делал куда бы я не тыкал кого бы я не плевал от этого нет просто сейчас импакта ну да 0 0 импакта но тем не менее он в 2 берет solo assumption драки погибает на топе диджей на лу хп возвращается на базу ну вот смотря отошел только отошел и сразу фраг на снэпки ну потому что данте макс в г пробить его уже тяжело но сикер не отстаёт он еще вот один фраг или асист скорее сезда он там получил прошлый раз нет именно фраг поэтому потихоньку но догоняет догоняет антимага по нетворцам будет играть в этот раз сикер через молнии и как предыдущий сикер са флейна не носа флейна есть со флейна так-то на кидая молнии молнии прям обязательный предмет думаю не надо быть прям монстром дотки чтобы это как бы но чтобы ощущать и понимать вот и просто папину появится молнии да он будет качаться но вообще вот секер это хорошие оппонента антимага то есть я имею ввиду что он он может может вывозить ну вот актим но blink просто нажимает шраут и все друзьям я вам спешу напомнить о том что стопроцентный бонус при регистрации уже ждет вас на регистрируйтесь в приложении или на сайте бэдбом и получите крутой бонус при пополнении промокоду дипи си так снова фисер погибает но из приятного у него телепорт не на кулдауне приятности такие на 4 половина левел суши но осталось полтора лавада птичек я думаю что еще ли несколько смертей он точно будет ну на еще но сейчас отправил был тикер но клипов потауна я думаю милишники точно успеют сгнить о еще и денежный снова погибает фисер у него натвор суса он сыра из-за ассистов и фрагов почти такой же натвор с ну понятно что будет набирать все равно офисер это логично на топ кстати дает телепорт она здесь потому что lth печь за ним до конца погони скатер бласт но против шрауда опасно на самом деле вот смотрят подходит не потрачу да просто разводит просто разводит а я в течи то видно кстати а сноубол достает а сноубол смоки а здесь пауку просто фраг окей уж пойдет шраут паука нержанна не году на просто раз и обратно прилетел забрал все ребята давайте я отчаливаю надо возвращаться на эту линию потому что нельзя давать просто весь уже качаться конечно конечно надо надо создавать напряжение такое чтобы чем боже он опнул 6 и так далее вот на надо надо тянуть это время когда еще можно тянуть надо тянуть и ну так-то можно даже раптуру дать чтобы он без телепорта остался но на т2 нажмет а у него кстати телепорт на кулдауне но паук на ботом он хочет подушить ой на топ точнее хотят подушить антимага развести его раптура не видел это ваш раут под ну сноуболи до сноуболи но все равно его заберут окей 7 level уже паук и будут забирать тир один быстренько и быстренько и дота планируется от лавы делу неплохо ответили да неплохо ответили да то есть и понятно что весь пик оппонента хочет качаться в первую очередь хочет качаться визаж вот он добирает 6 лэвл сейчас вызовет птичек и конечно тогда это станет уже большие проблемы нежели чтобы было только что до шестого рак упал на 10 3000 головой бир на центре тоже спушил башню мучает этот момент вообще пропустим тут на боков на боковых лайнах столько было экшена и руна на топе снова но виджей разбивает ладно лампе не достала здесь руна хорошая стрела виджей но посмотри чины по двоим фесты один на касте так понимаю за доджил до шторм ну да да на телепорте уходит но он вернется сейчас на ремнант опять смены начнет по новой это это очень актуально что тускар не можете найти просто бегает так шраут в игре но и бф до следом это логично логично ничего необычного скажем так пока что не происходит лампе я ну смотри у нас перерывчик был большой видно что лава подустали вот за предыдущую карту но тем не менее восстановились с помощью торнадо energy вот видно что лава все-таки x5 знаешь все выпили на предыдущей карте не оставили про запас а вот у лавы осталось это видно лампе выносит паук выносит я чувствую меня тоже неплохо бы торнадо energy зарядила точно до заряда сего-сего сейчас точно не хватает как говорится по времени мы тут этот немножко запоздали но как игрокам игрокам то что правильно игроки то играют дотов на мы мы пытаемся комментировать смотрим как ты один лава забирает в боте пытаемся взбодриться вместе с ребятами и забирают но и рановато знаешь еще ты до терзателей далеко то что товар забрали конечно хорошо но ничего тут отжать не получится engine там забрать конечно очень сложно область ну то есть как забрать но типа нас качалок надо надо много белок не дать да не в принципе fist и там я не знаю печенька скатер бласт так тима мозга не помоле да на скан попали виджей просто забрал баунти ушел но еще и не ушел такая верно если подвяжу точно можно убить нет все таки не достает и не планирует доставать ну и получается что 6 3 счет такая значит ну я все равно игра получилась более размеренной нет каких-то там хаотичных кило прям очень много разброса нет просто пришли там одного героя забрали там забрали там аджекте взяли и сейчас пока что тишина но знаешь вот эти все не вся эта беготня для лавы сейчас минус если обратить внимание вот просто качаются x5 им дают это время именно на кач и они уже опережают на так ладно здесь драка от смокер со саппортами встретился мортимир кисос lth погибнет но больше никому вот и посмотри крист качнул главы вы на шестом то есть на пятом получается ну вообще у кристо были главы вы еще на четвертом ну то есть у него там вообще прям чуть ли не на третьем можно даже так сказать что они были у меня по-моему была раскачка 111 вот изначально он играет с боевами на суше ну вот видишь у каждого свой план то есть да ты привык играть вот так и ты будешь играть вот так да хотя конечно же можно развиваться и подумать так ну если я буду бить и это да то есть вообще в первую очередь так даже смог нажимать на статьи x5 потом обсудим этот весь этот момент и не хотят брать смотри вот видишь смокера предлагают им смокера они брать его не хотят я конечно им поинтереснее но скан юзается и эмбер тут же уходит до идеальной доска на просто за последние минуты захватывает еще смотрителя ничоси и пойдет еще лотуса соберет ну видишь просто не попадают а кэмбер прыгает но и сразу же сразу же на ревнанте улетает много-много времени выигрывать сейчас эмбер главное чтобы успевал подкачиваться у него 6500 не с ней не хочется чтобы он просел но встречают здесь сейчас вы почти подумал забор на глобал тот же нажимается быстро забрали виджей настила печеньку не за доджет не получилось ну тут кукшот от лте и чистил все еще живет немного регенция все-таки есть до воду маска и не получается его пробить птичка 1 птичка 2 мека дракела но это не спасает им это 20 секунд до марте мир киса с 2 секунды до печеньки паук до конца за стилом стил уже без маны практически остается отлично печенька в этот раз на самом деле можно и птиц подфармить но и лте еще тоже можно закачать в итоге крипы добивают raptor и на фиссера куда на весы же а все а все а поздно паука не взять пока нельзя чем-то не взять но здесь ралку с ралта блин кто теперь на кулдауне мартимир киса с кстати есть у дракона но не будет его пока что давать ману родится далее закачали но 5000 на 15 лава ну это не сказать что прямо знаешь самая страшная доминация которую видел за все время но все-таки доминация да и вот тут видишь еще такой нюанс антимагом да вот как как это вот оценивается что пока он бф все-таки не купила ему еще одна часть нужен доброт сворд вот пока он не купил бы этот фарм не обязательно отбирать у него пусть идет и качается и ели ланс пытаются забрать да ладно что мы на шаду простуде судить не я согласен да пусть ходит качается пожалуйста вот и вот потихонечку потихонечку это наказал на цен да что такое вот только я тебя перебью они вроде как вот стила видят но низ не собираются на него нападать эмбер вообще в нашу опасно опасно все таки ли шаг 1700 хп и это еще не все это просто обычная хп а еще эффективная сколько там она три генит сколько у него армора сколько магического резиста если это все считать то конечно это вообще с очень бодрая коняшка такая бегает так и давай посмотри коэффициенты до перед смоком как раз 126 на лаву 34 на x5 а вы друзья регистрируйтесь на бэд бум по баннеру в описании получите бонус стопроцентный депозит по промокоду dpc снова как скакнули коэффициенты 115 на лаву 48 на x5 а я падение на ботина антимага дам нажимается глобал но такой таргет не жалко это очень важный таргет как раз таки одолеть его от братсворда если еще один раз убить его случайным до бфа то конечно бф на 20 это прям ужас так тут закрывают у нас тускара тускар что будешь делать но тускар пока что живет на сноубол еще чуть-чуть две секунды но успеет нет залетать все-таки соло сомшин фисера достается фраг но сам фисер при этом погибать за доджо лапе еще и стан почти тут и чего стил погибает лтечь лтечу летает ладно теряют знаешь как то нить игры понимаешь понимают что вот визаж и ну вот просто грифсы и все клокверк это вот ну просто просто есть клокверк да то есть у него конечно то есть защита это все-таки которые актуально сейчас покупают саппорты но а что дальше ну вот есть барабаны еще на миране аске а кем драться вот кем это все использовать пока что непонятно кем или шака свой лимит урона пока что у него не безлимитный дэмэдж я им пытается дойти dbf все-таки стал уже крае шикарность под своим товаром и тихонечко-тихонечко пытается добрать лампе тут огор громила застанил который кастует сколько он там 2 4 секунды нападение на элте я но есть у него кстати уже вот это новая шмотка на щит прикольная дешевенькая он дешевая из 400 ну да да вместо физического дэмэджа неплохо барьер данных из урон ну и да и можно на себя кинуть можно кинуть на тиммейта это самое главное чтобы было чем больше опции тем лучше скажем так и дальность к 100000 это много так про сканили стила нашли с помощью скана и пока что таргет не уходит лампе несется вперед тел убегает но эмбер эмбер видит виде он блок стол нажал подождать и закончится нет просто смокер волос макер валрус панч оставлять сноубол не дадут отсюда улететь силу пока что переключаются с него дракел заливает марте мерки с погибает стил погибает в серже погибает не увидел то сам шин пострадает да что ж на но двух птиц не за него разобрали для фисера все равно много денег еще минус 2 и плюс 2 для кристо 14 ворованные менты ну и так на 16 68000 преимущество лавы и то ли еще будет и видно что ребята настроены очень серьезно сказали так ну что катка отменилась ребят но мы не отменились вот мы готовы так отсюда летят сюда шраут и вообще видят не родил что стоит а он тоже решил кастануть или порт ну удачи звук по моему есть если я не анимация есть да там анимации что кто-то с другой стороны стучится в твои двери и в этот момент можно напрячься потому что если ты там не видишь своего тиммейта то кто-то другой это делает но решил не перепугаться и был за это наказан чуть-чуть но не тысячу конечно но там 6700 золота все-таки подперелили но это не страшно пока это все не страшно пока что да но на самом деле антимак тоже с бф качается быстро ну топ-3 не творится да он сильно отстает на самом деле от сикера на 3000 на 20 минуте это много какой-то такой знаешь сами слот те же могла глобал на центре драка пытаются стила забрать сил переживает глобал стрела полетела ни в кого не попадает смокер в сноуболе спрятал еще и лампе но переключаются на стила паук монстр килл лампе также заберет вид же я но здесь уже будут добираться без бежит и сера тоже заберут вообще повесить шраут раут еще тоже ладно он улетел окно паук веди толча еще здорово него от вас это будет будет глипнир глипнир ну ранее ранее глипнир стартовый чтобы передавить принципе оппонента по поначалу просто прям растоптать скажем так вот потому что не хватает где-то частично дизейблов и снегка любит когда дизейбл и есть вот и внешне саленсер тоже очень потому что еще 16 н ты у него в принципе есть два сильнейших спала не повыгнуть это ну вместе вместе стакнуть last world r конкурсу они 600 точно задамаживает если не больше да они там нормально бьют на максимально смог нажали в меди на троих героев лава куда что того что почему зачем зачем понятно за топ-3 это правда да это переиграл очки между прочим и лава ведут 10 выход на шрауда начал лампе в соло шашраут лампе в соло простите да получается что так но у него видишь какие слоты и слишком много 13000 творца на 21 еще хукшот слышу здесь подцепили кристо но кто кого подцепил ладно драки рода не пожалел свой марте рактура ну тут тут как будто бы уже лава не отпустят ну слушай мы вспоминаем первую карту да тут и тут еще и пушить нечем да тут вот и шаг бегает кстати если что можно его засыпать только надо сделать так чтобы это было еще с кем сдались может вымытались уже суши нам и я тут и сам умытался а тут и ребята представь да они то играют я то смотрю я не могу сказать правда что сложнее вот ну хотя единственное что вообще ты можешь ну да вот тут единственно что у них день и у нас ночь гг на 23 минуте от x5 давай так они просто у них просто в этой игре потенциал на деф максимально слабый то есть ну вот мира на стане до starfall до ракетка залетит кай ну просто нечем катить на дальнем шаге купить шарт и пытаться пытаться дефаться а тут глобал снэп козы снэп к застреливает туда но мартимир кисис плюс блатикер забегает а у него уже куча слотов и этот эмбер 808 которого просто не остановит от лампе принципе mb этой каточки он питом соло развалил это правда мне кажется там такой сильный тиль был особенно после того как лампе в соло забрал антимага ну да то есть я думаю что после этого момента ребята обсудили 10-15 секунд там дискорде или в тимспике да где они там находятся что ну мол ребят вы видите как победить но обычно так и задают вопрос видите как победить если кто-то один из коров видит как победить то продолжает играть если нет то вот такие вот фришные две буквы в чат и поздравляем команду лавы и спорт с третьим местом во втором туре где писи южной америки